Всем привет! Сегодня у нас будет такое небольшое пособие для туристов в Турции. Что хочу вам сегодня рассказать? Немножко обсудить торг с турками, как себя правильнее желательно вести, если бы я была туристом и летела в Турцию первый-второй раз, мне бы такое видео было полезным. Я этому научилась уже, живя в Турции, какой-то опыт имея, и туристы, как правило, об этом не знают. Но с восточными людьми нужно по-особому торговаться, и вообще поговорим о торге в Турции, насколько это уместно. Давайте приступим. Если мы берем, конечно же, всякие супермаркеты, сетевые магазины и так далее, торговые центры, здесь, конечно, торговаться на кассе не то, что не примет, нельзя. Это фиксированная цена, фиксированная такса, которую вы оплачиваете. Здесь этого не может быть. Где турками торгуются? На базарах, на каких-то рынках, с частными предпринимателями, в маленьких магазинах, в сфере услуг и туризма, то есть это продажи каких-то туров и так далее. И еще, что интересно, турки здесь торгуются между собой, это к туркам как к населению тоже относится, да, местным жителям. Турки торгуются в медицине, в сфере красоты, в бьюти-услугах, там парикмахер, маникюр, педикюр и так далее, массаж и все прочее, да. То есть где цена вроде бы как и фиксированная, но есть слово скидка, дискаунт. Скидку у слова турки очень многие знают, даже не зная русского языка. Я имею в виду турки, которые торгаши, работают с продажами, не обязательно даже с туристами. Это очень знаменитое, популярное слово из русского языка, которые знают все слова скидка, индерим, дискаунт. Даже честно скажу, что в супермаркетах, например, там Зара, Масима Дути, магазины одежды какие-нибудь, сетевые обычные, где нет никаких вопросов торга, здесь когда с сезонной скидки, на витрине пишут скидки еще и на русском языке, на арабском, английском, русском, может быть немецком и французском, на русском всегда присутствуют, потому что туристы, я, кто не знает, мой канал случайно открыл по какой-нибудь там рекомендации, я живу в Стамбуле. Итак, правила торга с турками. Когда турок вам называет цену, это говорит о том, что, во-первых, вам надо брать всегда высокий, большой шаг для торга. Вы называете сразу точно в половину дешевле. Цены, которые называются на услуги, на товары, продавцом, то есть без какого-то ценника конкретного, зафиксированного государством, государством так назову. Если бумажка, знаете, картонка, на которой написано 20 лир, это не ценник. Ценник – это с печатью, так же, как, в принципе, и в России, да, даты, когда цена была зафиксирована, с цена, там, печать должна, и с номером, там, юридическим продавца и так далее, то есть официальный ценник, да, который в магазине, в супермаркете, на продуктах можете видеть. Присмотритесь, кстати, с ценником, вы эту всю информацию можете в супермаркете, в России точно так же. Это, мне кажется, торговые правила, наверное, торговое соглашение действует во всем мире. Так вот, фиксированная, если не фиксированная цена, прайс у продавца. Как правило, это все в два раза дешевле. Если вам называют стоимость 1000 лир, это стоит 500 на самом деле, но так как человек хочет все равно как бы, ну, навариться, приработать и так далее, вы можете расценивать на скидку в районе 30-40%, но не 50, да, 10% ему оставить. То есть шаг для торга берем большой. Как нужно правильно торговаться эмоционально? Когда вы показываете свою вовлеченность в товар, вы должны товар нахваливать. О боже, аби, используя какие-то турецкие слова, знаете, вообще будет шикарно. Например, возьмем Гранд Базар какой-нибудь в Стамбуле, да, популярный, и там все туристическое, все, я имею в виду, сувенирная продукция различная, даже если это золото, питание, специи и так далее, это все все равно на туристов рассчитано, да, потому что местным жителям это не нужно, и они туда не пойдут покупать, потому что там цены высокие для всех. Турки также завышают цены и для своих жителей. Ну, конечно, на Гранд Пазаре тебе назовут цену выше не так, как для туристов, но не такую, как для обычной, ну, как бы, какая она есть на самом деле. Даже для турков ценность тоже завышается. То есть у них принято, в принципе, изначально, чтобы вы поняли, когда человек открывает рот, говорит, стоимость, продавец, он изначально завышает цену даже для своих, потому что он ждет от этого азарта, поторговаться. Торг — это неотъемлемый процесс покупки чего-либо. Торг — это смак этой эмоции. И если ты хорошо торгуешься, в плане, вступаешь в эту эмоциональную игру хитрую, ты выигрываешь в итоге. Тебя продадут, тебя еще угостят, и чая нальют и лукумом накормят и так далее. Вообще без вопросов. Они это очень любят. Если ты выиграешь в эту игру как покупатель, ты можешь стать очень хорошим другом этого продавца. Если, например, когда ты через год приедешь, еще вернешься, или просто прийти поздороваться, он тебя реально вспомнит. Они это запомнят. Они эмоциональные торгаши с огромной многостолетней историей. Во-первых, хвалить свой товар, который ты приобретаешь. Какой офигенный набор, там, сервис для турецкого кофе. Или, там, светильник, ночник, подставка, там, какие у тебя крутые специи, ммм, как вкусно пахнут, просто белиссимо супер. Или, там, я не знаю, у тебя какой у тебя лукум шикарный, я вкуснее. Вообще в Турции столько путешествовал, у тебя самый вкусный. То есть вы даете продавцу понять, что его товар самый лучший, конкурентоспособность всех вокруг, когда конкуренция огромная, и вам все очень нравится. Он называет цену. Вы знаете, цена уже в два раза выше, да? Вы выбираете сразу, называете, о, классная, хорошая цена, но дороговато для меня, у меня столько денег нет. И называете сразу самую минимальную, прям, заниженную цену. Например, если вам сказали 100, вы говорите, ну, окей, за 50 я заберу. Классно, супер товар, за полтинник возьму, да? Он говорит, о, не, алмаз, я не могу так тебе продать, алмаз, типа, невозможно. Извини, друг, я не могу это, я закупаю это за 70, он тебе скажет, или за 80. Я вот там 5 туда отдал, накинул налог тому-сему, у меня выходит, вот, стоимость 100 будет, да? Как разговор идет в торге. А вы ему говорите, Аби, ну, давай ты не будешь меня обмануть, у тебя шикарный, лучший товар. Ну, какие 80? Да я знаю, ты его закупаешь за 60. У меня, например, знакомый здесь в Турции живет, или там еще и придумываете. Просто включаясь в эту игру. Во время игры вы называете цену, да? То есть вы заведомо нереальную цену в 50 назвали, да? И тут же уже в разговоре говорите, да я знаю, Аби, что ты закупаешь за 60. У меня проверенные люди есть, ну, что-то в таком роде, да? Он знает, что у вас этих людей нет. Игра. Само вот эта актерская история идет, да? И он тебе начинает говорить, да 60, да откуда ты можешь стать? Смотри-ка. И он начинает рекламировать свой товар, да? И говорит тебе, ну, хотя бы давай за 80 я тебе уступлю. Вот смотри, 100 было, он обязательно зовет цену реальную, которая для всех, не знаю, наценники, да? Ну, я тебе за 80, ты смотри, если вы начинаете торговаться, вас начинают уважать. Вот в чем все фишка, да? То есть вы не побоялись вступить в эту игру. И он вам говорит, забирай тогда за 80. И вы говорите, Аби, ну, 80 это дорого. Ну, давай за 70. И поверьте, за 75 вы с ним сторгуетесь. Это будет ваша последняя точка. Он может говорить 80, но в итоге, если такой момент, что он устал на 80, на 75 никак не идет, очень хороший есть прием. Спасибо, пожать руки. Спасибо за предложение. Классный товар, но у меня нет денег. Извини, Аби, вот, достают, типа, достаюсь в карманов. У меня только 75. И разворачивайтесь, пытайтесь, как бы, переключайте внимание. Уходите, там, в зависимости от ситуации, там, географического положения, где находитесь, да? То есть вы показываете, что все, спасибо за предложение, я ушел. И так как 75 совсем рядом с 80, 5 лир, например, да, или, там, 5 долларов, не сделают большой для него погоды, как для бизнесмена, а продать хочется, он, скорее всего, у вас остановит и скажет, Аби, давай чайку попьем, лукумчика поедем, кофе турецкий ты пробовал, да, начнет заговаривать зубы, и остановит вас для того, чтобы вы остались. Если вас ловят и останавливают, и говорят о том, что за 75 он вам отдаст, он сейчас еще повыпендривается, вы продолжаете на своих 75 настаивать, и намекаете ему, напоминаете, ну, Аби, мы вообще с тобой с полтинника начали. А он со своей стороны будет намекать, ну, дружок, вообще ценник сотка, если что, да? И в итоге, если он вас задержал, вы остались, он был вас заинтересован, значит, за 75 он готов вам отдать. Дожимайте до конца, за 75 купите. Вот это простой пример такой, я привела вот этого торга, такой, да, интерактивный пример, как это происходит. Главные правила, да, первое — это хвалить товар очень дружественно, не по-злому, скажем так, торговаться, а получает этого кайф. Если вы такой человек с подвязанным языком по натуре своей торгаш, и вам это доставляет удовольствие, вам просто цены не будет в Турцию, все будет выгодно покупать. Порой сами турки не торгуются. Я вам честно скажу, что не все даже местные любят торговаться, но даже на базаре, когда ты подходишь, казалось бы, базар продуктовый, вот базар продуктовый моего района, он очень дорогой, дороже, чем магазины и так далее, там, мигросы всякие, такое, фруктовоще, многие не торгуются, но есть люди, которые все равно подходят и говорят, что 20, ну что, за 15 отдашь? И, как правило, очень многие скидывают. Даже если продавцу это не очень выгодно, сам процесс торга, что ты спросил, что ты захотел поиграть в эту игру, что ты предложил эмоции, они очень эмоциональные люди, и они, понимаете, вступая вот в этот диалог и желая общения, выходя вот на эту дискуссию по поводу торга, вы человеку делаете этим приятно, вы интересуетесь им и его хорошим товаром, и тогда он вам цену скинет. Не бойтесь торговаться, это очень интересно. Да, это определенное качество характера у человека, для этого должен, чтобы не бояться или еще что-то, или был азарт, интерес к этому, но, честно, я вообще не тот человек, который торгуется, но с временем, живя в Турции, и я к этому привыкаю, это немножко входит, скажем так, в мой менталитет, и я к этому сначала стала проще относиться нейтрально, а потом вообще в многих ситуациях я тоже могу уже поторговаться, это интересно. Потому что когда знаешь, скажем так, менталитет людей, ты понимаешь смысл этого поведения, и как-то это интересует тебя, ты тоже в это хочешь втянуться, тем более с выгодой что-то подешевле купить. Что могу отметить, что вот если сферу брать, даже медицину, казалось бы, вы обслуживаетесь в госпитале, и есть медицина туристическая, да, сегодня видео для туристов, вы там тоже должны торговаться, не забывайте, с больницей, с крупными какими-то предприятиями, по бизнесу это вообще, естественно, понимаете, скидки выбивать это вообще стандартное дело. Тут многие турки, например, обслуживаются в частной клинике, какой-то дорогой, неважно, богатый он человек или бедный, богатый тоже умеет считать свои деньги, каждую свою копейку, он может торговаться и выбивать скидку. Я вам пример такой приведу. Даже скажу немножко, для меня был шок, да, когда я с ним столкнулась, когда у меня были роды, вы заключаете, ну и в частной клинике, будем говорить, да, в частной клинике роды вы заключаете контракт за какой-то период времени, ну там где-то за неделю, хотя бы до родов, а может быть еще и раньше, заключаете контракт с клиникой. И тоже здесь врач уведет вас всю беременность, если вы к нему ходили в частную клинику, его интерес заключить эту сделку, это самая главная финальная точка. И вот наступает день, там, не две недели до родов, вы уже узнаете стоимость, в принципе, вы ее и так знали, да, но все равно, типа, конкретно начинаете, да, то есть вам, скажем так, прайс выставляет больница, услуги, за которые вы будете платить, там прям прописано, пропечатано, не от руки, а цельник, да, зафиксировано, о чем я говорила ранее. Прописываются услуги, там, анестезия, то, сё, там еще услуги, например, там, акушера, дополнительно, долу, долу, как она по-русски, да, это называется, долу, короче, женщина, которая с вами там помогает рожать, это тоже услуги есть. Все это прописывается, что, почем, нахождение в палате, там посущено и так далее. Это официально проходит в кабинете у бухгалтерии, господи, вспомню слово, у бухгалтера официального, да, главного бухгалтера в больнице, вы к нему приходите с врачом, тра-ля-ля, или без врача, там, не важно. Короче, вам выставляется вот этот отчет у бухгалтера. Вы берете, смотрите, и это, как правило, бухгалтер с подвешенным языком готовый для торга, потому что больница тоже завышает какие-то суммы. Вы начинаете, вот у меня как было, да, муж, надо пойти поторговаться, я такая, как, это же фиксировано, это же больница, это конкретная услуга, все так рожают. Он говорит, Галь, это Турция, это больница, здесь надо торговать, это частная клиника, а не государственная. В итоге, если ты торгуешься реально, они сначала вообще не хотели идти на торг, мне было даже неудобно, стыдно как-то, ну, муж, что-то, у меня такое ощущение было, по-незнанке, скажем так, свое, я не в том состоянии гормональном, а эмоциональном было рассуждение правильных здравых, и я думала, что он делает, что позорится идти, ну, заплатили, заплатили, какую там скидку сделать, вы не поверите, 1000 лир была скидка, в итоге 900 или 850, что-то такое. То есть, это было реально выгодно, и стоило, это муж сказал, господи, ну, что, первый день родилась, здесь так принято, здесь принято идти и торговаться. Если ты не поторговался, турки подумают, что ты простачок, что ты трус, и за свое не борешься, так что надо торговаться в Турции. Имейте в виду, ребят, я вам желаю в этом успехов, не бойтесь, это интересно, и в конце концов пусть вас подстегивает то, что вы сэкономите деньги, заплатите не полную стоимость, а что-то себе в кармашек оставите, заработайте. Я под видео всегда оставляю свою почту, я также на канале рассказываю анонимную историю жизни в Турции, психологическую помощь оказываю, если вам нужна какая-то консультация, психологическая помощь, вы можете написать мне на почту, записаться на консультацию. Жду ваши комментарии под видео, если видео было полезным для вас, поставьте, пожалуйста, лайк, или репостните его, или подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, скоро увидимся, всем пока.